все можно к вопросам да давай так все идем к вопросам основной вопрос на самом деле касательно чистого это микстовая тема а точнее как понять что это все еще микс они например чистая голова не могу определить какой-нибудь конца первой октавы типа микс ты-то или я уже отвалился в чисто головной на слух можешь определить не могу они не да она по ощущениям а по ощущениям ну ну как-то вот странно нет не понимаю то есть смотри попробуй возьми ноту соль первый я попробую на головном у тебя есть грудной диапазон головной диапазон есть микстовый звук микстовый это как бы ну типа объединение точнее не объединение скорее что что между чистым грудным между полным колебанием связок и краями то есть частичное колебание допустим возьмем до 1 до 2 и на них и сейчас тебе примерно покажу как это отличается и может тоже сам проверить ты смотри у тебя есть грудной звук такой натяжный прям до 1 что высоковато далее у тебя есть грудной микстовый звук когда ты эту же самую до можешь взять аккуратно но при этом не давить это грудной микстовый звук это уже не чистый грудной та же самая ситуация у нас с головным сейчас будет головной и головной микстовый то что ты как раз на соль сделал так допустим если такая нибудь до то голова будет звучать как вот смотри ее чуть чуть сильнее поджимаешь чуть чуть выплевываешь немного она тебе звучит как это уже микстовый звук микстовый головной звук то есть просто вместо того чтобы разделить микс и головной попробую еще добавить сюда микстовый головной микстовый грудной ну вот про это как раз в первый раз слышу так что спасибо за информацию просто так чуть проще будет по сути это как неофициальная такая инфа ну это просто чуть чуть упростит то что ага если есть микстовый головной и грудной микс и головной и микстовый грудной значит мы можем вот как раз проходить чуть более грудным микстовым наверх или или же наоборот чуть быстрее из микстового грудного перейти в микстовый головной звук то есть когда мы делаем это микстовый грудной прям звук то есть он более насыщенный это еще не грудной то есть и грудной это прям ну в моем случае вот примерно так до недавнего времени я не мог плавно перемещаться вокруг первого моста я даже не помню на самом деле он у меня находится и вот я как тот смазал его и теперь не могу прям чистую грудь сделать потом брейк и чистую голову просто не получается подобная штука работает для йоделей то есть вот когда ты сначала такой более грудным таким берешь и резко скакиваешь головной тут же как получается ты берешь вот допустим до туда грудной микс даже он уже не такой насыщенный получается и из него идешь наверх это головной то есть я уже где-то на районе соль уже был в головном микс то есть он уже очень сильно тонкий звук чем тоньше вот такой звук становится тем больше он головном регистр относится то есть у тебя как получается у тебя вот есть длина связки и ты уменьшаешь площадь колебания постепенно чем быстрее ты вот это вот движение производишь и быстрее приходишь к краям тем ну соответственно тебя звук тоньше и получается что у тебя головной это прям совсем края и микстовой это вот и отсюда вот ладно это забавно все еще микстовый да микстовый тихий звук да смотри просто когда ты сделаешь чистый головной допустим и не начнешь его переводить чуть-чуть вперед или ну как-то изменять и начнешь увеличивать по громкости он скорее всего пойдет в такой в оперную манеру если ты его выведешь вперед то есть вот микстовый как раз звук то будет микстовый тихий звук головной ну вот тогда собственно второй вопрос это касательно второго моста то есть иду до примерно но я не знаю является ли это вторым мостом но примерно на а ну на носи или даже на 0 10 у меня звук переклинивает он становится резко тоньше вот вот как ты очень резко переходишь прям в края скорее всего это происходит из-за того что ты слишком массивную площадь начинаешь вести наверх скорее хочется же прям такой типа да конечно и получается что у тебя резко меняется допустим вот шел вот на середине и резко на края перескакивает это получается ввиду того что у тебя не плавно переходит из одного в другой то есть попробуй какое-то время позаниматься не усиливая этот звук делая его даже чуть тише ну а как это сделать я не знаю вот собственно это один из вопросов к которым я пришел возьми допустим если ты говоришь это в районе си ля дес ля попробуй тогда до до сначала и потом повыше пойти ну то есть до 1 до 2 и так далее октавы каким образом ты это делаешь ты берешь разные гласные и постепенно то есть ты берешь до не грудным а ну собственно ты сейчас и говоришь то что ты в основном уже в этом первом брейке делаешь сразу уже какой-то сглаженный звук соответственно ты берешь этот звук может даже попробовать начать с тихого звука а и немного такого жалостливо прощать просящие такой такого аккуратно и начинаешь чуть усиливать громкость тем самым ты смыкаешь плотно связки а можешь еще чуть громче сделать для того чтобы тебе разницу чуть сильнее слышать то сделаешь ее еще более громкой и отсюда идешь наверх и идешь наверх в октаву не как вот ты просто и туда и а наоборот как будто бы уменьшая сильно громкость звука как будто бы уменьшая воздушный поток когда ты идешь наверх то есть до следовательно до 2 должен дойти уже что тебе да пускай она будет тоник да примерно то есть покажу вот это вот для чего это нужно для того чтобы ты каждую гласную а о и вот в этом контексте смог выровнять чтобы у тебя из вот такого вот прям жирного звука вот так аккуратно переходил тоник так хорошо после этого как его утолщать там далее ты вот это вот треугольник скажем так сдвигаешь все время чуть-чуть все выше каждый раз звук беру там на полтона выше да сильно высоко можешь прям не идти просто да это скорее даже для того что ты в процессе мог понять ага а значит вот примерно вот нота си и до примерно вот так будут звучать это когда ты вот дойдешь до ми ми ты услышишь если сильно не будет вот такой вот разница типа ты сначала идешь на широком звуке потом резко на тонкий переходишь и дальше вот уже утончаешь аккуратно если вот таких моментов не будет это будет аккуратно вот так вот выкроено ты заметишь что нота до и ну си до они будут не прям тонкие а чуть более насыщенные это первый этап далее тебе нужно будет выкроить проходные ноты которые в октаве есть то есть допустим если это до-до то до ми соль то есть ты промежуточные ноты добавляет чтобы у тебя были такие чекпоинты то есть ты расставляешь уже грубо говоря ну играешь на будущее свое что там а у меня не просто же буду петь такими ты будешь все-таки ноты какие-то певать и вот у тебя промежуточные ноты и ты будешь уже приучать свой голосовой аппарат как у тебя примерно должны звучать эти ноты в будущем то есть насколько насыщены они сейчас и нас ну насколько ты не зажимаешь их не задавливает громкость звука ты сможешь как-то еще поменять в дальнейшем то есть допустим если сейчас ты будешь все-таки играть на то чтобы это сделать аккуратно легко свободно и не задавить громкостью воздушным потоком то в дальнейшем ты эту же самую ноту можешь чуть-чуть сделать все же пошире в рамках разумного естественно ну давай попробуем может это послушал с чего начать на смысле от да 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 и постарайся аккуратно это провести не увеличивая воздушный поток и постарайся не увеличивать громко то есть когда ты увеличишь громкость это будет скорее всего означать что ты сильно воздушный поток увеличиваешь воздушный поток увеличил ты увеличиваешь подсвязочное давление если увеличиваешь подсвязочное давление то получается что ты провоцируешь зажимы чем больше ты выдаешь воздушного потока на неподготовленный голосовой аппарат тем больше зажимов ты получаешь сейчас я беру сильную первую да и вторую уже мягенько попробую даже сначала вот именно с придыхания аккуратно и и вывести воздуха немного ну вас дрожание не слышал я говорю воздуха немного не в том плане что ты подаешь очень много воздуха в том плане что очень много воздуха проходит мимо ну да да чтобы сделать тише звук ну так как я дома занимаюсь я научился каким-то образом там за много лет уже там покрикиваете что я просто просифониваю больше воздуха и звук даже громкий становится просто тише ты когда с придыхание начинаешь вот здесь тихий звук и усиливаешь его делаешь громче за счет смыкания связок то есть вот ты как раз вот нашел способ вот как сделать звук тише замкнуть связки немного чтобы они меньше давали резонанса ну да-да-да теперь от этого отучиться не буду правда да надо будет и надо будет научиться уменьшать громкость не размыкает связь это вот как раз вот здесь ты их размыкает попробую вот как раз в районе до то есть плюс-минус там где-то ну тон полтора тонна может быть то есть сильно вниз прям точно смысла нет не ходить. Сильно наверх тоже там не особо получится. Ну то есть Ре точно будет работать у тебя, если это сейчас так до звучит. Ля. Ну ля она уже низковата, скорее всего, будет. Берешь на звук И делаешь с придыханием типа такую штуку, то есть прям выдыхаешь аккуратно, и жалости. Нет, в начале должно быть выдыхание, то есть прям, да. Далее ты берешь вот эту ноту, да, у тебя, кстати, лучше получается, чем у большинства. Да, в основном все начинают сразу очень сильно толкать ее. Я просто много пою тихо, много пою громко, и тихо пою гораздо больше, чем громко, поэтому... Я понял, вот это вот, короче, выработана штука, потому что ты первый человек, который сейчас вот сразу сделал прям очень близко к тому, как надо это делать. Тем самым ты прям учишься, что такое смыгать связку, как это вообще работает, то есть вот это вот. Далее... У тебя все еще тихий звук, но уже более сомкнутый, то есть ты начинаешь его смыкать. Далее что ты делаешь? Ты можешь на таком вот смыкании, типа... То есть по всему практически диапазону пройти вот так смыкание легким прям звуком аккуратно, то есть почувствовать, как смыкаются связки на разные площади колебаний. То есть здесь же ты... Одна площадь колебаний, а здесь... Уже другая. И то есть получается ты аккуратно, когда вот так вот смыкаешь, то есть ты не выкрикиваешь ничего, ты никуда не торопишься, ничего такого не делаешь, и ты прочувствуешь, как смыкаются связки в разном диапазоне, то есть в разном режиме работы. Вот так даже скажем. То есть когда они полностью колеблются, когда они не полностью колеблются, когда края колеблются. И вот так вот, на таком точкой, назовем так, прерывистой. Запишу это. Ну, ладно. Прямо, чтобы выжимку какую-то делать. То есть я беру и такой, типа... Да, только лучше начинай с придыхания, чтобы у тебя именно... Лучше с придыхания начать. И не прям точно вот так вот какие-то конкретные ноты. А берешь... Такой аккуратный, такой прям жалостливый такой прям звук. Короче, грубо говоря, я научу своей связке, типа, смыкаться на каждой из каких-то случайных нот, да? Да, и то есть ты идешь наверх, грубо говоря, вот так. То есть таким образом. То есть ты не идешь вот так. Таким. Да я так на рандом на самом деле лежал, я даже ни в одну не попал. Ну, это понятно. Потом можешь даже научиться какие-то конкретные таким образом брать. Ну, я не думаю, что здесь это так важно будет. Вот конкретно в этом упражнении это можно делать без нот, без пианино. Просто аккуратно это проходить. Далее. Не точкой. То же самое, глиссанда. То есть ты смыкаешь связки и на плотно сомканном звуке идешь наверх-вниз. Тем самым ты учишься на плотном смыкании проходить все вот эти вот брейки и прочее, которые есть и второй, и первый. То есть типа... Ну, я могу какие-то такие плотные ноты делать, но... Ну, когда пою. Ну, в смысле на нормальном смыке. А-а-а-а! Типа такие, то есть как бы я могу их делать. Это типа... Вот это вот то, что вот... С точкой, то, что глиссанда вот на таком легком смыкании... Не на легком смыкании, а на легком звуке тихом. С плотным смыканием. Это скорее как фундамент больше работает. Ну, это понятно. Это чтобы внезапно там не начало размыкаться по старой привычке, например. Да, там какое-нибудь условное дело. Да, и печать это тоже. Ну, и плюс ко всему ты прочувствуешь, как у тебя утончается звук постепенно. Да, я чувствую. Я вот как Дуда какой-нибудь. Для доси, там такой... А-а-а-а! И вот уже все... Подумка... А-а-а-а! И все, и она... Сейчас я неплохо взял. Даже хорошо на самом деле. Разово это получается делать хорошо, но когда, например... И патентный текст делал. Да, ты бы... Вот уже струднее пошло. Нормально, наверное. Первая. Ну, в смысле, вторую пришлось дожать уже. Первая стрельнула, вторую дожать. Если это петь еще секунд 15, третью надо будет еще сильнее дожать. То есть я особо не могу дожать. Но ты можешь, знаешь, тут даже два варианта. Ты можешь либо научиться какие-то, ну, с технической точки зрения сначала это делать и понять, как это делается. Либо прям впеть то, что ты вот так поешь. Ну, я, собственно, и научился. Просто пел, пел и пел. Сначала петуши, потом что-то там смыкалось. Это тоже нормально работает. Просто тут... Ну, хочется его потолще. Звук сам. Пожирнее. То есть это все-таки такой... Звук. А хочется... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. про до-до, берешь и вот постепенно выкраиваешь именно треугольником, пирамидкой, чтобы прям аккуратно утончение шло и выше идешь. Потом промежуточные ноты добавляешь, то есть там, что это у нас тут, третья, третья, пятая ступень добавляешь, то есть такое вот такое. Можешь третью ступень сделать минорный. То есть это, собственно, сильной роли не играет в контексте самого упражнения, но играет в том плане, что как бы ты будешь петь не мажорные песни, а минорные, допустим. Вот. Далее, третий этап тут же, в таком же прям, вот все то же самое делаешь, то же самое упражнение, только ты поешь еще больше. То есть не четыре ноты, прям все. Можешь аккуратно добавить одну, еще одну, ну то есть так отсыпать чуть-чуть. Можешь сразу попробовать после вот этих четырех, скорее всего, это более-менее уже начнет работать, потому что вот тут уже у тебя есть промежуточный ми и соль, и они, в принципе, уже тебе дадут понимание, как тут работает. И потом каждую ноту прям от одной к другой, и твоя задача не стакката это сделать, а аккуратно прям. Стакката и вряд ли получится. Понял. Стакката вряд ли получится. Давно-давно это занимался. Ты можешь стаккат на И. Когда И придет в твою жизнь, это будет кошмар. Тут же мы делаем АОЭ, три гласные вот в этом упражнении. Потом на это же упражнение тебе нужно будет накинуть ИУ. Ух, это вообще кошмар. Ну, У хорошо идет, а И, типа, не ИИ же. Если вот так не делать, то нормально. То нормально, ну, если она как И, а не как ИИ. Ну, у меня это вообще ужас. И в основном так, ну, просто они закрытые. Ну, я слышал, что они тяжелые, это да. Вот, а так, смотри, если захочешь И, сделать И, а не И, или У. Можешь попробовать то же самое, к тому же самому прийти, но только изначально ты берешь сначала верхнюю ноту, и там будет такая тема. Ты сейчас И верхнюю, когда взял, там у тебя что-то в районе си доской, по-моему. А, я не знаю. Вот эту. Таким звуком. То есть ты из такого звука в октаву вниз спускаешься в широкий звук. И стараешься это прям сглаживать. То есть вот этот ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ так первый мост и выправил просто канал сюда обратно все второй мост примерно то же самое только ты вот как раз у тебя есть октава и в рамках это октавы ты раскладываешь сначала так у тебя ля си до очень тонкий но не ну ля тоньше си еще тоньше но еще потом так раз на до диез перешел у тебя уже ля чуть-чуть понасыщеннее будет она не сильно будет даже возможно разницу здесь не заметишь полтона а когда на ре перейдешь ля скорее всего будет чуть пожирнее ощущаться потому что ты будешь начинать все также с более широкого звука и стараешься делать ту же самую пирамиду тот же самый треугольник сюда передать по полтонам наверх тем самым развиваешь микс далее ты добавляешь слоги и уже мелодии какие я честно говоря я не представляю как здесь просто слоги добавить и делать то же самое упражнение типа мама мама но я понял понял хоть и так делают учат через это я это не представляю как это делать ну я видел понимаю как они это делают но вот со мной вообще никак это не работает и я заметил что чуть проще и чуть более продуктивно после таких упражнений когда-то на глисанда это вот так все посоединял взять какую-то мелодию и в это в рамках этой мелодии и где конструировать ну и слов выкинуть все гласные ой согласны оставив только гласные и попробовать пропеть эту мелодию гласными а потом уже согласны и туда напихать то есть ты мало того что как бы делаешь практически то же самое упражнение так ты еще и учу петь зачем тогда делать то же самое упражнение с октавой или там трезвучием плюс октавы и вот эти прочие есть ты можешь просто в рамках нот пропивать какую-то уже мелодию готов еще раз это все мы делаем микс то есть да то есть стараешься ты можешь даже прям верхней ноте не 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 надо вот это а как тогда но я собственно вот соль до там вот как раз ты же когда делаешь от до наверх видимо я давлю потому что хочу теперь жирнее сделать как да 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 то есть ты вот как раз да это из одного положения переводишь ее чуть в более назально ну собственно у джона же на канале как раз есть видосы на эту тему типа вот этот звук да думаю я частично оттуда это брал чем чем приучил многих петь сюда нужно после этого нужно отсюда чуть убирать это же просто на найти звук по сути ну а не петь это тоже сказать да ну зато это удобно даже куда-нибудь котика условного можно дуть на этом звуке ну как раз вот когда ты здесь уже вот это вот делаешь вот упражнение которое вот я вначале давал сейчас еще развел ты именно утончаешь звук аккуратно то есть ты не делаешь его делаешь это нужно искренять опять вот у меня примерно так и звучит даже такой же звук штробас на есть такой же когда типа переход случается штробас ориентируя того что ты целом все правильно делаешь это же просто у тебя в моменте связки расслабляются но ты не делаешь этот проект еще момент тут если ты не сильно будешь смыкать связки неплотно скорее всего в районе соль будешь в расщеплении скатываться не получаю если бы я уже сколько как раз мы уже общались насчет на стрим уроке вопрос задавал насчет там кого-то а ну насчет бы дом из по моему типа до того как он там расщепляет и все такое давно было уже наверно месяцев три назад пусть я как раз уже жаловался на то что расщепы у меня вообще не получается ну смотри я попробую сейчас взять ноту дом с придыханием небольшим чуть-чуть ее усилить и начать идти наверх очень сильно расслабляясь очень сильно уменьшая воздушный поток очень сильно делая звук его не усилять сейчас да просто начать чуть больше практики с плотным смыканием с аккуратным с этим что вот это чего работать далее пробуешь опять вот это же тоже сейчас делали через такое немного а то есть слышишь тут скрип скрип такой вот его он нам нужен вот эта точка нам нужно и начнешь идти наверх начнешь скатываться как раз ложные то есть и не обязательно даже с этого звук начинать то есть прям скрипучего тут фишка в том чтобы ты нашел точку которой у тебя вот это и 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 появляется дроба такое такое то у меня есть даже такой какой-то звук если ветили наверх аккуратно расслабленно не а это обсуждал в группе у меня есть этот звук не знаю с чем он а я как раз по лекциям леуса учился когда там нужно там и вот начали в начале было не в самом начале до того как ты перешел она она остается в расщеплении у меня собственно это один из вопросов извинись перед перескакиваю так и от меня самый главный вопрос безопасен ли этот звук и потому что он по сути присутствует сам экстрим вокал само вот это вот щепление правильно оно состоит не только на ложных ну это понятно самое вот большое заблуждение я и вообще я такой типа были у меня просто раньше делился мир на ложные и причин оказывается там хрящей не только вот эти два которые делают такой звук а газ там еще есть и такое нихера себе и получается смотри в расщеплении которые вот это на ложных оно по факту не только на ложных но еще и на я забыл каждый раз забываю есть клиновидные есть черповидные одни хрящи отвечают за драйв другой вот как раз за экстрим вот этот скрим и прочее и то есть тебя получается ты берешь допустим вот когда чистое расщепление которые чистые вот это наложные которые тоже очень сложно взять чистые вот этот призвук сейчас послушаем что нужно что такое полу булькающие это хрящи смотри тут какой момент чем выше ты будешь делать расщепление тем больше там будут ложных чем ниже тем больше хрящей начнут выскакивать скорее всего сейчас не буду утверждать потому что не до конца в это прям погрузился как это внутри прям работает но в целом это получается такая система что когда ты выше делаешь расщепление ты чуть больше сужаешь голосовой аппарат ну то есть ну вот это вот ну да потому что гортань чем больше она сужена тем ближе ложные друг другу находятся когда ты вниз идешь ты все равно будешь немного и и то есть но шире делать не так сильно сужать чем она шире и дальше друг от друга будут там будут включаться либо ну истинные просто связки либо вот как раз эти хрящи в данном контексте ну истинные связки особо не подключают потому что ну ты не делаешь то чему они должны сейчас подключиться условно говоря и получается то что вот когда ты сейчас допустим возьмешь ноту до с придыханием опять же ровно то же самое короче микс и расщепление это максимально близкие друзья даже братья-близнецы блин просто одного приодели а другого нет условно говоря в чем ну типа в чем посыл вот это то что это братья-близнецы они абсолютно делаются одинаково за исключением смыкания связок чем более правильный аккуратный микс то у тебя есть тем более вероятно что ты сделаешь расщепление наложено почему в высоком плотном громком миксте не получается сделать вот это расщепление потому что ты как раз таки ставишь свой голосовый аппарат заводишь его в те условия в которых не получается ложным подключиться но плотное смыкание да у тебя мало того что плотное смыкание так ты еще и ну чуть сильнее передавил чуть чуть точку короче меняет куда у тебя плотный звук весь этот идет расщепление оно же как ну тут тоже еще индивидуально еще у кого-то может все же так сработать то есть когда ты делаешь такой звук оно может включиться но не у всех оно все же ближе находится расщепление к более открытому звуку да 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 и ты вот берешь этот звук где вот это вот как раз точку ну короче вот эту штуку да 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 попробуй сейчас не торопиться уронил ее возьми все-таки чистую здесь ноту но почувствуй эту точку данный смотри чуть больше грудного сделать А теперь вот здесь, начинаешь идти наверх, расслабляясь, чтобы штар-бас скатывался, но наверх идешь, то есть ты продолжаешь не так резко ввести туда, но ты сейчас все правильно по сделать. Просто чуть речь, и у тебя... Скорее всего давишь еще немного. Это просто отдельный звук, который я научился делать. Не знаю как, но они все перенаплены. Это тоже терминология расщепления не особо шарю, ввиду того, что один человек назвал вот это фолскордом, а другой это же самое назвал фрайскримом. Я такой, чего вы наделали? Типа, блядь, все перепутали, это кошмар, и поэтому вот когда мне спрашивают, как петь фолскордом, или вот типа... Я не могу ответить, потому что я не понимаю, потому что здесь терминология настолько запуталась за последние сколько лет, десять, наверное. Кто-то одно называет одним, другое, потому что, ну, просто здесь лучше слушать, что ты хочешь сделать. И, ну, то есть покажи мне фолскорд, именно вот как он в твоем понимании звучит, вот типа вот, выдуматься, допустим, я не знаю, фолскорд или фрайскрим? Да, я вот, не, ну, фрай вряд ли, фрай он такой типа какой-то мягенький такой, он как шипение какого-то, как радио, типа, типа, прям вот такой... Мне казалось, что фрай это то, что делает Сайкс, когда разбит... Возможно, он фрайет, а фолскорд, как мне казалось, это что такое более такой... Типа уже такой с хрящами, точно завязанное. Ну, вот, то есть, вот покажи вот этот рефер, и тогда можно будет объяснить, что тут делать. А вот так, типа... Ну, вот как эталон, это вот эталон, ну, нравится мне, как Ной поет, типа вот этот, у него такой прям жирный, такой хрустящий прям звук, я так и не понял. Это то же самое, что... Ну, это же один в один, блядь, бринги. Ну, на первом львове, у него уже недавно третий вышел. Не, все, они для меня бринги. Я знаю, что у них уже материал совершенно другой. Теперь они попса. Электронная. Серьезно? Я не считаю, да. Просто это забавно, потому что... Это электронная попса. Это очень забавно, потому что мне казалось, что они сейчас... Они же сейчас на Самериан, и они одни из топовых на Самериан сейчас. Да. И если они скатились в попсу, то, ну, странные события, конечно. Да нет, ну, там есть трекчанский такой, который прям лицо лопается аж. Ну, в общем и целом, как такой звук сделать, то мне все еще непонятно. То есть... Пытался сделать вот этот хрящевой, который там... Это типа я не понимаю, как его делать. У меня скатывается все над гортальник. Нет, вот сейчас было то, что нужно. Ну, оно случайно получилось. Да, я понимаю. Но смотри, это тебе говорит о том, что это у тебя есть. Ну, оно у всех есть. Просто кто-то этим пользоваться почти не умеет, кто-то чуть больше. Кто-то, ну, типа, делал тот звук когда-то, там, не знаю, запнулся в натуре. А у кого-то, ну, прям хорошо. Нет, ну, это просто... Некоторые, допустим, спрашивают, могу ли я там что-то вот такое делать. Но если вот это сейчас есть, значит, скорее всего, можно. Просто вопрос, насколько комфортно тебе будет работать в таком же формате, как вот 0. Ну, это понятно, у него, возможно, там, не знаю, супер большие какие-нибудь хрящи, но от природы, поэтому у него такой хрустящий звук, может, он у меня таким и не будет никогда. Ну, типа, такой же технике. Ну, да, в таком же моменте. Но принцип звука все равно хотелось бы понять, но я вообще не понимаю. Как послушал в последний раз, мне показалось, что это, ну... Ну, альтитекторов Animals, это что же такое? Ой, они там вообще, он там использует и фолскорд, и прям чистые, прям... Чуть ли не с надгортанником, и крючи очень плотные, да-да-да, там... А, нет, ну, конкретно Animal нет, я про общем, про архитект. То есть, там есть какая-то песня, недавно не инструментал. Ой, да я ее особо не помню, но... Но там же, там как раз вот это вот, типа, их еще начали уволить, все, бринги. Ну, просто из-за того, что он чуть ниже спел припев, чем обычно. Он просто всегда там в районе до поет припевы, там, типа, кричащие такие, а тут взял ниже, спел, и такие, шоп, бринги. Ну, там же вроде как раз тот же самый, вот то, что ты хочешь, если я правильно... Ну, ладно, давай, короче, какую песню Bad Domains, в которой вот ты вот этот звук только нужен? Ну, если ты будешь искать именно аудио, ну, в смысле... Не, на ютубе. На ютубе, ну, Мерси могу тебе... А, Мерси? Да, я помню, кидал... Это с первого альбома. Второго. Это второй альбом. Бля. Первый у них такой с красненькой обложечкой. Да-да-да-да. А какой там тоже на букву М-трек? Мелис, типа того. Мелис, вот с чем я перепутал. Да, точно. Да-да-да. Вот этот все. Ну, я первый не особо у них люблю, хотя некоторые есть, но... У второго, второго в него звук устаканился, и слушать приятнее гораздо просто стало его. Когда у него исчезли всякие вот эти подкрики вот эти вот. Вот грязь вся исчезла, у него прям очень чисто все стало. Так, в Мерси... А, все, нашел. Вот куплет, наверное, да? Да, с куплета. Там, по-моему, и куплете, и припеве оно есть. Нет, это прям один в один то же самое, что делают Сайкс. Прям, ну, звучит похоже максимально. И просто есть, ну, как бы у него же голос не Сайксовский. Ну, у него такой прям жесткая булька не есть. Да, ну, это то, что вот делал Сайкс на определенных лайвах. На некоторых лайвах или на некоторых этих исходниках можно найти вот подобные. А, хорошо. А если возьмем вот такой звук? Короче, это булька Е, это за счет хрящей, как раз, которые вот именно расщепление. Вот этот... Ну, вон, у тебя, в принципе, да, там и есть. Как ты это делаешь? Несколько даже, как ты это делаешь? Короче, записываешься лично к Левосу, занимаешься 6 месяцев. Бля, нельзя же так было говорить. Ну, это вырежешь. А? Вырежешь. Я не смогу. Ну, типа, это же... Ну, блядь. Ладно. Ну, все. Я хотел пошутить, и в итоге не пошутил. Короче, я к чему вел? Насчет, типа, вот у меня это работает. Потому что я очень долгое время делал... Очень долго. И я не знал, что с этим делать дальше. Поэтому у меня сейчас это работает вот так. Оно бы все равно вот так работало. Просто я мог в какой-то момент все же уже перейти на крики. Но мне никто не давал крики и не показывал, как это делать. Я бы сам где-то сделал. Факт том, что типа вот эти вот... Он находится где-то здесь. А что с ним делать? Ну, как бы я делаю... И он просто не мешается. Вот, да, они... Это... В таком формате они конфликтуют очень сильно. Ты же потому что сейчас сделал... А-а-а-а! Уже зажатый. Ну, да, потому что я пытаюсь сделать... Можно даже не пытаться сюда. Она у тебя прям слететь в этом случае должна. То есть, ты знаешь, Крис Липпи, по-моему, Липпай, лысый, такой чувак сидит, рассказывает, как петь экстрим вокал на английском. Он, возможно, что-то такое видел. Если у него красный такой зал, как записывающий студия, но я видел. Но он там какие-то эти полскорды через поднимание тяжести... Да-да-да. Показывал. Ну, вот это вот... Это к тому, что ты сейчас хотел сделать. То есть, ты хотел зажать... Ну, это немножко полскорда, немного дерет. Поменять. У него же какой метод? Ты берешь вот этот вот типа... И начинаешь его разваливать, чтобы он у тебя... Ну, типа, брейк вот этот был. Переход сплотнов. Вот этот вот. Как йодуль. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Это громко. Вот. Но это вот один из способов туда прийти. То есть, это не значит, что это лекарство от всех болезней, но кому-то это помогает. И я точно знаю, что это кому-то помогает прям на 100%. Я могу, в принципе, записаться на второй урок через какое-то время. С деньгами попроще станет. И можем мы... Ну, к тебе же, например, запишусь, и мы обсудим вот это вот поподробнее, конкретно как с расщепом этим всем делать. Да, но только не на стрим урок. Ну, а, кстати, да, я так полагаю, стрим урок-то единичная штука же. Да, 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 да. Там, по-моему, даже написано. Да, 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 да. Напоследок... Давайте я в скайп скину. Да, давай... Не, стой, погоди. Давай обменяемся... Голыми фотками. Сейчас. Короче, я сейчас, да, добавил тебе в ВК. Если что, скидывай туда, если какие-то вопросы появятся, там, по миксовому, даже по расщепу, если что-то, ну, в контексте миксового упражнения, если нащупаешь... Хорошо. В чем я прям практически уверен, что, скорее всего, будет. Потому что чем более правильно, аккуратно работает микс, тем точно начинает работать там расщепление. Они прям очень сильно... По сути, оно у меня, типа, однажды само цепанется, да? Да, просто ты можешь либо этот процесс ускорить, ну, пониманием, как это сделать, как к этому подвести себя, подготовить. Либо, ну, просто методом тыка. У меня есть знакомые, которые никак не могут сделать расщепление, ввиду того, что, ну, это очень долго поющие люди. Ну, я долго пою, если лет шесть, наверное, точно пою. Нет ли эти недостаточно долго поющие? Это мало. Ну... В сравнении с ними. Им сколько? Ну, они лет десять минимум поют каждый. Это минимум. Ну, я понимаю. Насколько я знаю, там по двенадцать-тринадцать уже. Там потому что прям с детства. И, короче, момент в чем. У них есть... Мне это очень сложно академической базой назвать. Ну, ладно, пускай так. Академическая база есть у голоса. А когда ты с нее перестраиваешься на эстрадную вокал, то у тебя мир переворачивается. Ну, да, я где-то слышу, что... И ты все равно остаешься все еще в том положении, потому что, ну, у тебя привычки. И тем более, ну, один из этих человек... Как тяжело с гендером здесь работать в этом случае. Одна из этих человек... У нее постоянно какие-то выступления. Потому что, ну, типа актив... Это как это называется? Нет простой, в которой можно... Действующий артист. То есть у нее нету возможности прекратить делать то, что она делает сейчас, и переобуться немного. Перекодироваться. То есть что вот как раз нужно сделать, по идее. Либо это на очень долгий промежуток времени затягивается. Вот. И каждый раз, когда она вот пытается, находит вот эту точку там с расщеплением, или с экстримом каким-то, она ее сразу же теряет. Потому что у нее голосовой аппарат предрасположенный и работает в другом. Ну, то есть он готов для других задать. И, собственно, вот почему я вот сейчас говорю, что с микста скатываются с аккуратного... И вот прям важно... Аккуратный, мягкий, правильный микс. С него скатерть. С плотного такого прям... Не, не получится. Там либо начнется свистопляска, как Липай, вот этот Крис рассказывает через... И вот где у него там... Вот это вот брейк начинает, эти петухи. Либо так, либо, возможно, будет какой-то такой, типа... Типа такой звук. Тоже хороший. Ну, а расщепление вот этого бульканье, вот этого на плотный микс посадить спонтанно, тем более, не получится. Ну, понятно, что спонтанно и не хочется. Хочется просто, чтобы оно было. А когда, это уже вопрос времени, занятия и всего остального. Это само собой. Ну, я не рассчитываю, что, типа, завтра я так начну скримить завтра, завтра альбом запишу. Я трезво оцениваю свои шансы, что ли. Да, до этого пять лет учился. Ну, то есть, смотри, разбираясь с миксом, скорее всего, я больше склоняюсь к тому, что так и получится, ты начнешь случайно ловить вот это расщепление наложных конкретных. Чем более у тебя будет аккуратный, плавный такой, мягкий, миксовый звук, знаешь же, 30 секунд до марта. И всегда буду на них салат, потому что я очень сильно заслушиваю их, во-первых, а во-вторых, так же и акапеллы и прочее. Ну, короче, разобрал. Если посмотреть там определенные записи, особенно в This is War, в альбоме, особенно если акапеллы, там можно заметить, что у него очень легкий, аккуратный миксовый звук, с которого он очень легко и аккуратно переходит на скрим. Там прям даже слышно, что у него вот такие прям скрежеты скримы появляются не на продолжительное какое-то время, а в контексте ноты. То есть он берет ноту, и перед тем, как перейти на вторую ноту, на следующую ноту, вот там по мелодии, типа closer to dying, у него идет closer to dying. И вот такой вот мягкий, такой легкий, это сложно назвать чистым штрабасом, там потому что именно не только штрабас, там вот это вот легкое расщепление есть. И оно не может получиться, если ты сделаешь очень прям потужный миксовый звук здесь. То есть там прям послушать, у него прям очень легкий и тонкий звук. И поэтому у него очень легко и получается вот этот вот скрежет здесь. А если у тебя начинает получаться вот такой вот легкий скрежет расщепления, то ты можешь постараться уловить, как этот звук цепляется, и начать его уже развивать и делать из него прям протяжный скрин. Ну а как понять, что это реально не просто какой-то там штрабас или разогнанный, или еще что-то? Кстати, штрабас можно разгонять? Такой маленький вопрос. Ну, в смысле, возможно ли разогнать штрабас? Просто спор был. Что-то как-то звучит странно. Ну, вообще, наверное, можно, типа, но... Не знаю. Наверное, прям разогнать. Типа, знаешь, может... Это не штрабас. Ну да, я понял, я слышу, что это не штрабас. Скорее всего, начнут цепляться какие-то еще складки. Отлично, надеюсь, о новой складке. Хорошо. Ладно. То есть я делаю микс, и все, и все получится. Есть еще какие-то вопросы? Сейчас, секунду. Ну, это вроде записано, но вроде как все. Так, да, в принципе, нет. Если на минутку-две задержишься насчет того, как цепануть хрящи сами вот эти, как упражнение само делается. Не понимаю, потому что цепляю гортанник. В шорцах у Джона было вот это, типа, ааааа, а потом, типа, там, ну и в этом... Господи, в курсе то же самое было, что мы делаем этот носовой звук, который микстовый, который нужно искать. Потом его пережимаем, и получаться должно, по сути, что-то типа... А у меня получается... А, ну, по мне было... Это когда надгортанник. А вниз его? Нет, смотри. Надгортанник. Надгортанник, да. Это... Нифига себе. Это хрящи, так и звучат? Это похоже на... Вот эти хрящи. Звук вот этот, типа. Вот этот звук. Это не надгортанник. О, я там слышал, что сейчас был где-то песочный такой призвук? Нет. Не, ну, просто очень... Не, ты точка как-то сделал. Не, 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 не слышал. Ну, на записи послушаю. Да, там просто проскочило такое немного. В втором наушнике был, не услышал, жалко. То есть это, короче, это и есть оно? Ну, это не те. Ни те, да? Ну, это не надгортанник уже. Ну, это гортанник. Я не знаю. Мне кажется, это сложно перепутать надгортанник с чем-то другим, потому что у него прям характерный такой... вот этот вот звук. Ну, ну, хорошо. хорошо то есть мне сейчас нужно продолжать просто пробуй если нет никакого дискомфорта пробуй здесь как но еще попробуй типа вот как раз то что ты показывал такой напряженный это будут хрящи смысле которые драйв вот это похоже на то что мне на днях скинул один видос тип я учился вот поэтому и у него прям получается что похоже что у тебя только он дольше это делал у него на более насыщенную он назвал от фолдскордом потому что которого он учился назвали его фолдскорда ну как я не знаю спорт это или нет но то что вот в видосе у него звучит точно так но вроде как почесывать города ну ладно не читает это же не а там фрай а все да он написал написал что это не фрай это фолдскорд а в видосе было сказано что это прайск рим да это прайск рим получается ну это фрай похоже на скрим как пуля на фрай бы достать и поет из господи блэк филбрайт вот эти вот тут больше похоже на фрай чем трудности возникает коммуникации больше они так делаем это упражнение и спина болеть не будет все хорошо я понял просто уже время то вышло получается спасибо еще я за ближайшее время наверное наверное смотри если чё пиши есть какие-то вопросы там и чё ты говорил что скинешь надо да да но это насчет его же звука только он там прям хорошо не низы у него хотелось бы так же и тоже хотелось бы узнать как это делать это будет такой типа подспорь и к второму уроку уже так все давай слива спасибо